Друзья, добрый вечер, здравствуйте! Я всех с большим удовольствием приветствую в эфире YouTube-канал Курбанова Live и благодарю нашу аудиторию, которая присоединяется к нашим эфирам, которая нас поддерживает, которая вместе с нами неравнодушно жаждет качественной аналитики и разобраться, что происходит в Украине, в мире и, конечно же, на территории России. Не без этого. Но прежде всего я хотела бы, отступая от своей собственной традиции, как у нас там построено условное приветствие, сделать огромный комплимент нашей аудитории, тем более, что она так перетекает и пересекается с нашими влогами, с нашим телеграм-каналом. Хотела вам предложить сбор, а все, а сбора нет. Мы собирали деньги на ремонт машины скорой помощи для бригады морской пехоты 36-й. Разбитая машина, хотя мы когда-то на нее собирали деньги, чтобы ее купить. Сейчас собирали деньги на ее ремонт. И, в общем, наши зрители, наши подписчики буквально за несколько дней насобирали 200 тысяч гривен. Сбор уже закрыт, это я сейчас посмотрела. И я знаю, что очень многие, кто сейчас нас смотрит, они донатили. Мне писали люди, что они донатили по три раза, потому что я очень часто повторяла этот сбор. Спасибо большое, это очень важно и очень ценно, что вы не расслабляетесь, вы не устаете, вы знаете, как ценно и как важно помогать нашим военным. Даже не помогать, а просто их поддерживать, потому что, по сути, помогают они нам. Помогают устоять, отвоевать наши территории. И, в общем, то, что вы не забываете донатить, это очень важно, учитывая, что сборов много, это все несется постоянно. Одним словом, спасибо большое за то, что вы не проходите мимо нашего клича о помощи и вот так отзываетесь. Ну, а теперь возвращаясь к нашей рутине, конечно же, я вам напомню, друзья, что очень важно не забывать помогать нам распространять все наши эфиры. Не забывайте оставлять свой лайк, не забывайте подписываться на этот канал Курбанова Лайф. Чем больше будет нас, тем громче будет сегодня голос справный звучать, это очень важно. Ну и, конечно, всех наших людей мы ждем в чат, для того, чтобы вы общались друг с другом, для того, чтобы вы комментировали увиденное и услышанное, делились своим мнением, своей оценкой и, конечно, для того, чтобы друг друга поприветствовать. Я, друзья, неизменно для вас работаю из Киева. Днепр к нам присоединяется. Здравствуйте, добрый вечер. Роттердам вместе с нами. Донат сделан. Спасибо большое. Вот, видите, уже наш зритель, который задонатил. Привет из Киргизстана. Львов с нами на связи. Добрый вечер. Здравствуйте. Запорижская область. ЗСУ, витай. Так, вечер добрый. Сейчас Запорижье. Киев, Львово-Борожье тут. Добрый вечер. Минск к нам присоединяется. Здравствуйте. Привет еще из Киргизстана. Та была. Звякель вместе с нами. Здравствуйте. Литва к нам присоединяется. Рига по-прежнему на связи. Спасибо большое. Это очень ценно, что вы с нами остаетесь от эфира к эфиру. Ну и что, друзья, тогда, Швеция, добрый вечер. Я напомню вам о классическом нашем донате, QR-код, который неизменно вместе с нами. Короткий, очень мобильный, очень удобный путь, чтобы задонатить на вооруженные силы Украины. Не забывайте об этом. Ну и в это время, в понедельник, как и всегда, стартует наша прекрасная рубрика «Яковенко и Ньюс». Это все потому, что журналист Игорь Яковенко к нам присоединяется. И у меня чешутся руки. Обсудить с Игорем цифры, конечно же. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Добрый вечер. Здравствуйте. Игорь, естественно, что все, ну так, кто двумя глазами, кто полглаза, но следили за псевдовыборами на территории Российской Федерации. Вопрос, который меня буквально в этом смысле раздирает, это цифры, которые я увидела из-за оккупированной Чечни, республика Ичкерия, которая на сегодняшний день оккупирована российской властью. Значит, там поддержка Путина 99,28% поддержали Путина. У меня один вопрос, что это за полпроцента смельчаков, которые посмели пойти против течения и не проголосовать за Путина. Как так, Чечня не показала стопроцентный результат. Нет, это, конечно, недоработка. Я думаю, что Кадыров очень напряженно сейчас работает по поиску этих людей, по их поимке и приведению в порядок. Ну, слушайте, я просто довольно давно живу, и большую часть своей жизни я прожил в Советском Союзе. Я помню хорошо, что такое советские выборы. И там же было вообще все просто. Там был один кандидат, там выборы из кого-то, из альтернативы. А в Советском Союзе в бюллетене был один, единственный кандидат. И все равно там не было никогда 100%. Никогда. 100% только в Северной Корее, на самом деле. Это замечательные, это эталонные выборы. Северная Корея, выборы были последние в 2019 году. И там, кстати, на выборах не принимал участие нынешний глава государства Ким Чен Ын. Он вообще на самом деле никто по должности. Он всего-навсего руководитель партии, трудовой партии. А так он не является никаким государственным служащим. Он общественный деятель. А выборы там таким образом проходили, что все 100%, вот там 100%. Потому что голосование обязательное. Дается людям бюллетень в руки, который они должны опустить в урну. И ничего трогать нельзя там руками. То есть это эталон, к которому надо стремиться. А в Советском Союзе не было. В Советском Союзе было 98,9, иногда 99 с чем-то. Вот так вот. То есть 100% не было практически никогда. Я не помню случаев, когда итог голосования был стопроцентный. Тоже находились какие-то люди, которые там что-то так. И в общем с этим как-то спокойно. К этому спокойно относились без какой-то паники. Ну так, старались, чтобы ниже, так сказать, количество голосов, которые не поддерживают действующую власть, она не превышала там условных полутора процентов. Так что Чечня в этом смысле не дотягивает до сих пор. Но превосходит Советский Союз. Ну тут интересно, когда вы вспоминаете Советский Союз, он, не знаю, там в архитектуре, да, с чем ассоциируется, это гигантомания. Вот кажется, что в этот раз тоже эта гигантомания в числах, в цифрах, она перебралась и в современный Кремль. Потому что 87% кажется, что даже в самых смелых прогнозах предел был 85%. Ну кто-то же должен оставаться в многонациональной Российской Федерации против. Ну вот какое-то сопротивление, значит, должны распределяться голоса и среди других кандидатов. Ну и в этот раз мы увидели 87%. Хотя я обратила внимание, что, не знаю, сколько вам известный проект Extreme Scan, в общем, они так условно себя называют, я предвосхищаю вашу улыбку, независимым экзит-полом, и они утверждают, что за Путина проголосовало не более 55%. Интересно как-то, конечно, подсчитать, да, в условиях, что социология мертва, любые свободы, все, что только возможно, любые науки, которые могли бы точно подсчитать эти симпатии, они сейчас недоступны. Но утверждают, что 55%. Значит, насколько вероятно, что поддержка могла бы быть 55%? И почему 87%? Ну тогда уже можно рисовать себе и 90%, и сколько угодно. Но вот сошлись на том, что эта цифра как будто бы максимально будет подчеркивать лояльность российского общества. Ну я начну сначала с того, что вы сказали насчет вот этой неизвестной мне структуры, которая, ну если я правильно вас услышал, то это была какая-то попытка экзитпола, вот, хотя, в общем, я с трудом представляю себе, как можно организовать экзитпол в условиях этого режима. Ну, может быть, может быть, там какие-то партизаны отлавливали где-то по огородам людей, выходящих из избирательных участков, их похищали в багальнике автомобиля, там пытали и спрашивали, как он голосовал. Может такое быть, может. Все бывает. Цифра 55, да, она вполне реальна. Я думаю, что это может быть 55%, может быть 60%. Конечно, никаких 87% нет, это тоже понятно. Почему на этой цифре остановились? А здесь все очень просто. В прошлый раз, значит, там был результат, значит, где-то 70% явки не было, 60% с чем-то там, вот, и 76%, если я не ошибаюсь, процентов за Путина. В этот раз было принято решение, ну как, ну, идет война, нужно продемонстрировать, так сказать, единство вокруг флага, вокруг вождя. Да, и понятно, что, ну, вот, почему не 85%, не 86%, а 87%. Ну, слушайте, ну, что вы придираетесь? Ну, решили они 87%, 87%. Было бы 88%, вы бы спросили, почему 88%. Ну, вот так они решили. Так у них, так сказать, было совещание в Кремле, вот, видимо, так сказать, пол, палец, потолок решили. А почему бы не 87? Вот, так что все, слушайте, почему не 90%, ну, видимо, потому что все-таки показалось, что, вы знаете, вот у меня такое ощущение, что все-таки все время присутствуют такое, такие вот исторические рифмы. Каддафи, значит, этот самый Саддам Хусейн, Чаушеску, вот у них было за 90%, кончилось плохо. Поэтому я думаю, вообще, я думаю, что, вы знаете, вот, я думаю, что одна из самых любимых путинских передач, видео, которые он просматривает регулярно, это «Последние 40 минут жизни Каддафи». Известно, что с ним делали. Вот, ну, таким вот специфическим образом он уходил из этой жизни. И, в общем, я думаю, что Путин, Путин это смотрит. Картина «Последние минуты жизни Чаушеску», тоже, это же все, это все, это все, вот, «Последние минуты жизни Чаушеску», Каддафи, значит, Саддама Хусейна, это все есть на видео. И вот эти вот картины, они, видимо, все-таки, периодически Путин их просматривает и старается избежать. А там было за 90. У каждого из них было за 90 поддержка. И поэтому вот эта цифра 90, она не нравится. Потому что потом происходит что-то неприятное. Поэтому вот до 90 не надо, 87. Как раз самое то. Я вас прошу о тех, кто пытался все-таки противостоять этим псевдовыборам. Я уж молчу о том, что на оккупированных территориях это происходило под дулом пистолета. Заходили там в кабинку, смотрели, что происходит, портят, не портят бюллетени. Абсолютный мрак, который творился на территории Донбасса и все остальное. Значит, у нас есть две истории. Во-первых, вы знаете, что мне всегда недостаточно того, что делают россияне, даже если вот они себя относят к оппозиции, они себя называют антагонистами Путина, они против всего. Но мне, я всегда говорю, вы ничего не делаете. Вот все мало. Но как журналист я констатирую, что пытались поджигать какие-то эти избирательные будки, пытались заливать зеленкой. То есть все-таки мне кажется, что немножечко чайник вскипает, и вот этот носик, который не способен выбросить пар, происходят очень важные для нас процессы, за которыми мы с удовольствием наблюдаем, но еще как бы не финальные. Это одна история. Вторая история – это абсолютно ужасная акция «Полдень против Путина» с тем, что люди вышли, подстояли и ушли. Я вижу, как этим гордится оппозиция, я вижу, как оппозиционные журналисты выписывают дифирамбы и комплименты тем, кто в этом принял участие, что вы молодцы, вы проявили, показали свою позицию, а потом пошли и проголосовали. То есть, по сути, вы все равно приняли участие в том, что не должно было произойти никак, потому что, я напомню, до этого была через колено сломана российская конституция. Он не должен был быть, в принципе, кандидатом. Его должны были давным-давно как раз повезти на площадь и повесить. Но оппозиция не придумала ничего логичнее, чем, как всегда, показать, что мы пришли, помолчали, вот мы против. Но куда против? Как можно в очереди понять, ты пришел просто, чтобы проголосовать за Путина, или ты пришел проголосовать против Путина? Вы же стоите в одной очереди, вы ничего не делаете. Да, я все еще помню, что за любой чьих не в ту сторону, конечно, в Российской Федерации можно получить срок. Но, тем не менее, что можно сказать о тех, кто осмелился что-то сделать, и о тех, кто просто постоял, постоял и ушел? Ну, сначала я хочу сказать о тех, кто при самом строгом, при самом придирчивом критическом анализе делает более чем достаточно, имеется в виду граждане России, которые делают более чем достаточно, по самым строгим критериям для того, чтобы бороться с путинским режимом. Это МДК? Да, это русский добровольческий корпус, это легион, свобода России, это чеченский батальон, который сейчас к ним тоже присоединился, это сибирский батальон. То есть, это вот, ну, как минимум, четыре подразделения российские. Ну, он не чеченский называется, он, кажется, ичкирийский называется. Просто слово чеченский сейчас уже испачкано Кадыровым, но это они там разберутся. Ну, короче говоря, это те добровольческие российские подразделения, состоящие из российских граждан, которые с оружием в руках заходят на территорию Белгородской, на территорию Курской области, захватывают какие-то населенные пункты, берут пленных, уничтожают российских оккупантов, ну, в общем, короче, делают то, что должны делать. И это вот, действительно, вот это настоящая оппозиция. И те, кто им помогает, это тоже настоящая оппозиция. В частности, помогает им форум свободной России. Вот недавно они приезжали в Киев, делегация форума свободной России, встречались с этими ребятами вооруженной оппозиции, помогают им, помогают финансово, ну, в общем, короче говоря, на правильном пути люди работают. Вот это реальная оппозиция. О ней можно говорить. Кстати говоря, Путин очень точно оценил, кто реальная оппозиция, а кто нет. Потому что, что касается организаторов акции «Полдень против Путина», то Путин их похвалил. Он сказал в своем выступлении, когда он, так сказать, принимал поздравления, он выступил и сказал, что да, он считает, что они правильно сделали вот эта оппозиция организатора акции «Полдень против Путина», потому что они, ну как, они помогли ему обеспечить явку. Молодцы, хвалю, вот сказал Путин. С чем я поздравляю организаторов акции «Полдень против Путина». Заслужить похвалу Путина – это высокая оценка. И заслуженная оценка. Это большая и очень серьезная ошибка российской оппозиции. Большая и очень серьезная ошибка. Потому что, ну, Путин, конечно, глумился, когда хвалил российскую оппозицию, но на самом деле, конечно, там сильно-то с явкой они ему не помогли, но помогли с картинкой. Понимаете, с картинкой сильно помогли, потому что вот сейчас одно из ключевых последствий вот этого мероприятия пятого срока Путина, спецоперации, это реакция Запада. И, в общем, Запад достаточно четко реагирует, говоря о том, что это, конечно, не выборы, но важно, чтобы было все-таки открыто сказано, что они не просто не выборы, а не признают результатов, и что Путин больше не может считаться президентом. И вот так откровенно сказали только представители ФРГ. Все остальные сказали, что да. Латвия присоединилась тоже. Нет, я не сомневался, что страны Балтии, потому что они просто находятся в зоне серьезного риска, они острее других ощущают вот эту опасность. Но у меня любое действие оппозиции, но за исключением российских добровольцев, которые просто уничтожают, делают то, что самое важное дело, они помогают украинской армии воевать. А все остальные оппозиции, вот в отношении этого мероприятия, которое прошло вчера, завершилось, вернее, вчера, главный критерий – это работает на то, чтобы не признали, или работает против. Так вот, акция «Полдин против Путина», она работала против того, чтобы не признали. Потому что, ну как можно не признавать это мероприятие, если мы видим, что толпы россиян стоят в очереди для того, чтобы проголосовать. Когда Юлия Навальная, значит, которая говорит о том, что нельзя признавать Путина, потому что он бандит, тут же идет и голосует, опускает свой бюллетень в урну для голосования. Ну так, извините, а как же не признавать, если ты сама пришла и проголосовала? Ты же приняла участие в этом, и после этого не признавать. То есть, и твое действие тоже нельзя признавать. Это как? Это же, ну, совсем никуда. Абсолютно, ну, вершина позора, конечно, была идея голосовать за любого, кроме Путина. Ну, за кого там? Ну, вот КАС выступил с идеей, что надо обязательно поддержать Дованкова, потому что это как раз кандидат за мир. Ну, какой мир? Он говорит о том, что да, он за мир, но Путин тоже за мир. И Дованков точно так же, как Путин, говорит, я за мир, ну, конечно же, в интересах России. Ну, и Путин тоже самое. Ну, давайте сделаем из Дованкова лидера оппозиции. Он вас как раз приведет к Путину, Путин будет вас всегда хвалить. Это то, чем мы хотим. Ну, короче говоря, это все, значит, это все какой-то один большой позор. Это очень грустно и очень жалко, потому что потенциал, конечно, есть. Организационный потенциал, потенциал доверия. И я абсолютно... Вы знаете, вот, если мое отношение к этой акции, я отношусь к сочувствиям и с пониманием к тем людям, которые находятся в России, которые ненавидят путинский режим, ну, примерно так же, как мы с вами, но не имеют возможности уехать. Ну, бывает же огромное количество жизненных ситуаций, которые не позволяют людям просто уехать, не позволяют людям, там, если это мужчина, значит, вступить в русский добровольческий корпус. Ну, нет таких возможностей. Здоровье, там, больные родственники, еще что-то. Есть разные зертейские ситуации. В конце концов, не всем быть героями. Вот, но и они, вот они находятся в стране, руководство которых они ненавидят. Что-то надо делать. И вот им из-за границы, уважаемые люди, члены команды Навального, Юлия Навальная, Михаил Борисович Ходорковский, Чичев Аркин, все в один голос говорят, вот, замечательно, есть возможность безопасно протестовать. Придите, и вот в 12 часов, полдень, акция «Полдень против Путина», вы там встретите своих единомышленников. И люди приходят, потому что им хочется что-то делать. Я, у меня, я с пониманием отношусь к этим людям. Я с, я не могу их, я сидя в безопасности относительно, я не могу их осуждать. Но у меня нет никакого понимания и нет никакого, ну, скажем так, объяснения-то есть, оправдания нет. Людям, которые организовали эту акцию, которые призвали людей на вот это вот все безобразие. Я считаю, что это очень плохая история. Это очень плохо, то, что сделано. И самое главное, что вот вчера, вчера ночью, вот, телеканал «Дождь», например, он часа полтора, они восхищались друг другом, какие они молодцы. Это, это очень печальная история, очень глупая история, потому что, ну, не понимать, я не знаю, нет, ну, наверное, они не понимают, наверное, они убедили себя в том, что они молодцы. И они радовались, вот, как они здорово, какой они ущерб нанесли путинскому режиму. Путин там, значит, как Волков говорил, что, значит, и Министерство иностранных дел достанется на орехи за то, что... Они гордятся тем, что они сделали такую картинку у посольств. Вот, и вот они убеждены в том, что КАС пишет о том, что, значит, надо это повторять постоянно теперь. Где повторять? Какие, что повторять? На каких еще выборах они планируют принимать участие? Нет, они собираются по этим граблям гулять до тех пор, пока грабли не кончатся. Или пока лбы не кончатся, которые они будут разбивать постоянно в ходе вот этих странствий по граблям. Ну, тут вы сразу вспомнили, да? Первое, это то, что ассоциация про сильную оппозицию, это действительно российские добровольцы, которые, с одной стороны, воюют на стороне вооруженных сил Украины, потому что они понимают, что от нашей победы будет зависеть, будет свободна Россия или нет. С другой стороны, мы видим, что этот рейд, он не впервые, да? Это на нашей памяти где-то уже третий, просто, ну, такой прям сильно он отличающийся, он долгий. Сами бойцы, они говорят, что они до сих пор остаются на территории Российской Федерации. Но что, Игорь, удивляет, это то, что вот та оппозиция, которую вы вспоминаете, которая находится на Западе, она первые рейды не поддерживала, не восхищалась, как сегодняшними людьми в толпе, которые просто молчали. По-разному их называли. Снова-таки сейчас российские оппозиционные каналы их называют диверсантами. Я очень много слышала, как, например, включаются украинские эксперты, они говорят, вот, на территории, значит, Белгородской области ДРГ. Украинцы говорят, подождите, ну, какие же это ДРГ? Это российские добровольцы, потому что все равно ДРГ носит, как правило, негативную коннотацию. Их невозможно воспринимать в хорошем смысле. Я уже молчу о том, что наша с вами любимейшая подруга Юлия Латынина, она пишет самые, там, гадкие вещи, вот, то, что касается и про РДК, и про Легион Свободы России. И она сравнивает их с кадыровцами, что, значит, вот этот тикток войска смогли и псошные войска победить. То есть получается, что мы, украинцы, которые не должны были бы поддерживать так публично и широко российских добровольцев, хотя они на нашей стороне, мы вынуждены их защищать от российской оппозиции, которая должна была бы их в хорошем смысле спонсировать, финансировать все потребности, поддерживать и бесконечно пиарить на Западе, чтобы рано или поздно это стало политической силой или политическим игроком. Но это не происходит этого. Ну, здесь важно определиться с терминами. Я, например, не считаю уже, ну, особенно после неоднократных бесед Латыниной с Арестовичем, я Юлию Леонидовну не считаю российской оппозицией никак. Ну, вообще, российская оппозиция – это термин такой очень условный, который можно применить ко всем людям, которые находятся в эмиграции, потому что все-таки термин «оппозиция» он означает людей, которые собираются прийти к власти. А никаких шансов ни у кого из людей, которые сейчас находятся в эмиграции, никаких шансов прийти к власти в России нет. Ну, надо отдавать себе отчеты. Мы все, мы все, в том числе и те, кто называет себя политиками, мы все являемся публицистами, журналистами, блогерами. Мы все говорящие головы. Вот, поэтому, так сказать, ну, а Юлия Леонидовна, она, в общем-то, и ее назвать сейчас каким-то противником Путина довольно сложно. Я просто с некоторым недоумением последние беседы с Арестовичем ее слушал, и там, в общем-то, вещи, которые... Я не знаю уже за кого они, откровенно говоря. Вот, я не очень понимаю, за кого Арестович, например, сейчас. Это большой вопрос. Я не очень готов даже самому себе, не говоря уж об аудитории, объяснить, что с ним происходит, потому что это отдельная история. А Юлия Леонидовна, да, она в известной степени, в том числе под его влиянием, потому что он, так сказать, вот этим своим, так сказать, таким специально настроенным шепотом, таким телепатическим, он, в общем, производит впечатление на определенную аудиторию, и они попадают под его этот шепот. Вот, так что, в общем, там сложная ситуация. Ну, если говорить в целом, все-таки вот эта вот российская, российская миграционная тусовка, она очень разная. Я еще раз подчеркиваю, что после определенного периода, так сказать, колебания, все-таки форум «Свободная Россия» твердо взял курс на сотрудничество с вооруженными людьми, с добровольцами российскими, помогает им финансово, там, купили машину, потом ездили, потом, так сказать, встречались, то есть, на самом деле, там есть контакт. Ну, я не говорю там о своих скромных усилиях, я постоянно приглашаю представителей этой вооруженной оппозиции к себе на канал, и, в общем, так сказать, я понимаю прекрасно, что это главное, что мы можем делать, мы можем поддерживать этих ребят, потому что они действительно, вот они и есть оппозиция режима, они оппозиция режима, так же, как вооруженные силы Украины в целом, но вот они, российские добровольцы, которые воюют с оружием в руках, с Путиным, это и есть оппозиция. Вот, и какая-то перспектива, надо же отдавать себе отчет в том, что Украина не собирается менять путинский режим. Она собирается, и это публично заявлено, что украинцы не собираются заниматься свержением путинского режима. Это задача россиян. Вот, а кто это может сделать? Только вооруженным путем. Вот на этих ребят надежда. Их пока очень мало. Путин, мне кажется, несколько преувеличил их численность. Он там назвал цифру, но он, по-моему, здесь соврал. Вот, но это, опять-таки, это же военная тайна. Никто же, когда они у меня бывают в эфире, я же никогда не спрашиваю, ребята, а сколько вас? Вот, поэтому, но надо, чтобы их было на порядок больше. Вот тогда это будет действительно, тогда это будет серьезная сила, которая может что-то изменить в России. А не только... Хотя сначала надо, конечно, освободить Украину. Это первая главная задача. И, кстати говоря, я не исключаю, что какая-то часть бойцов вооруженных сил Украины примкнет к российским добровольцам в деле освобождения России от фашистского режима. Уже на добровольческих началах. Не по поручению верховного главнокомандующего, а по воле сердца, чтобы помочь своим братьям по оружию. Нормально? Знаете, я только хочу сказать, Игорь, что а как иначе, как не преувеличить их численность, как сказать, что несколько сотен вооруженных добровольцев, да, опытных уже за счет нашей долгой войны, но смогли, значит, прорвать границу, напугать кадыровцев, напугать разгвардию. Это невозможно. Нужно сказать, что их там было полмиллиона-миллион, огромнейшая орда, и только тогда россияне смогут понять, что, конечно, противостоит вот такая сила. А что ж такое там 100, 150, 200 человек? Я тоже не знаю, сколько их. Я просто предполагаю, что действительно их немного. Я думаю, что сейчас... Я прошу прощения. Вы знаете, извините, что я врываюсь в вашу реплику. Я просто... Мне очень понравилось Коношенков, то, что он говорил про какие-то тысячи убитых вот этих вот российских добровольцев. Я представил себе, Господи, если их тысячи убитых, а тут после этого, значит, идет видео этого самого Уайт Рекса, это командир русского добровольческого корпуса, который веселый, живой, значит, допрашивает пленного. Там сидят какие-то его коллеги. Сколько же их осталось? Есть их тысячи убитых, а они живые, допрашивают пленных. Вот. И это же сколько их вообще? Это же просто... Просто какой-то... Это даже не корпус, это армия. Вот. И что они тогда действительно на Москву не идут? В общем, чудные дела. Коношенков, это, конечно, это, конечно, самое главное информационное оружие. То есть так врать, это удивительно. Извините, что я вас перебил. Да, вы абсолютно правы, что если бы его не было, его нужно было бы придумать. Но в то же время, после того, как мы с вами так частично мозаикой прошлись по этим последним событиям, я уверена, что многие, кто разочарован, а может, кто и счастлив, что вышел, постоял в полдень, всегда возникает вопрос, что дальше. Многие вопросы, судя по всему, в России были поставлены на паузу. Нужно дотянуть до периода выборов, очередная условная легитимизация, и можно дальше в шесть упадать во все тяжкие. Мне сегодня один из украинских военных, он имеет отношение к разведывательному сообществу, рассказал, что у них есть документы, где уже стоит подпись Шойгу про мобилизацию еще 300 тысяч россиян. Мы посмотрим, когда этот документ пойдет в ход, но многие говорят о том, что будет мобилизация. Кто-то говорит, что еще больше могут быть завинчены гайки, хотя кажется, ну уже же и так максимально, все за что можно, в России выписывают тюремные сроки. Тем не менее, что будет дальше при новой каденции или обновленной каденции Путина, чем может зажить Россия в 2024 году? Вы знаете, у меня нет уверенности, что будут какие-то радикальные изменения, потому что я тоже много слышал о том, что вот сейчас Путин получит новый срок, и вот он, что называется, с новыми силами. Гипотеза о том, что вот он что-то будет делать такое, чего он не делал раньше, она исходит из, с моей точки зрения, не очень верной предпосылки, что ему что-то мешало делать это до вот, до 17 марта, а ему ничего не мешало. Потому что предположение, что что-то ему мешало делать до 17 марта, оно исходит из абсолютно ложной предпосылки, что какое-то состояние умов россиян могло повлиять на вот итоговую цифру. А мы точно знаем с вами, что ничего не могло повлиять. Путину абсолютно плевать на то, что думают россияне. И то, что Панфилова нарисовала 87 с лишним процентов, она это могла сделать в любой момент. И даже если бы до этого происходила мобилизация, то ничего не мешало. Это что? Это что? Предполагается, что в результате мобилизации какие-то люди пришли бы и захватили бы Центр-Избирком и заставили Панфилову написать не 87 процентов, а ужас 86? Это так, что ли? Это версия фантастическая. Поэтому нет. Что касается давайте по пунктам. Что касается ужесточения закручивания гаек. Оно будет, оно есть сейчас. Это как бы рефлекторно. То есть это все вот эти вот все движения по часовой стрелке закручивания оно происходит и другого варианта не будет. Это внутренняя логика тоталитарных фашистских режимов. У них гайки закручиваются автоматически. Просто под действием рефлекторных движений. Это раз. Теперь второе. Что касается мобилизации. Я полностью доверяю вашему источнику, что он может такой приказ и есть, но я не уверен, что он будет реализован. И вот почему. Потому что мобилизация идет фактически. То есть что происходит? Я доверяю источникам из украинским источникам и в данном случае они совпадают как ни странно с российскими источниками. В день Россия теряет примерно около полутора тысяч военнослужащих. Ну просто они уходят под землю. Ложатся в украинский чернозем в результате того, что их убивают. Значит и в день ровно такая же цифра это примерно столько же там ну по украинским данным тысячи двести по российским данным полторы тысячи это то, что те люди, которые приходят служить за деньги в Россию. И что? И зачем? То есть фактически это восполнение этого ресурса восполнение живой силы это происходит постоянно каждый день в неостановимом режиме поэтому вот необходимости мобилизации мобилизация чем? Вот осенью 2022 года была мобилизация чем закончилась? Значит 300 тысяч забрали на фронт свыше миллиона убежала за границу а какое мы же не знаем какое количество какое количество спряталось от мобилизации внутри России потому что это не Советский Союз здесь есть рынок съемного жилья снял комнату и пожалуйста сменил место жительства иди с вещей в многомиллионном городе поэтому я думаю что вот у меня нет уверенности полной что будет мобилизация она просто не очень нужна вот значит ну если будут то будут прятаться россияне воевать не хотят потому что никто не может понять зачем зачем эта война существует Путин на третьем году войны все никак не может придумать объяснение зачем он это все устроил никак не тут разные значит Киосайян тут выдумал последнюю версию оказывается война это нужна для того чтобы изменить миропорядок большой привет от Адольфа Гитлера значит новый чтобы был создан новый миропорядок вот он вон что оказывается а мужики это не знают они оказываются за новый миропорядок воюют как в свое время Адольф Гитлер это все устроил то есть и мотивации нет только за деньги да из депрессивных регионов где 10-15-20 тысяч зарплата или там пенсия бабушкина 7 тысяч на которой все живут в этой ситуации 200 тысяч рублей это гигантские деньги вот за них и воюют вот и все а мобилизация это что это это какой-то ну и кроме всего прочего это действительно нагрузка на инфраструктуру если большая ну 300 тысяч да это возможно 300 тысяч выдерживает российская мобилизационная инфраструктура но у меня нет уверенности что будут какие-то серьезные изменения то есть да безусловно путин сейчас как бы утвердившись получив импульс так сказать якобы народного доверия я вообще не уверен в том что он сам верит в то что за него 87 процентов проголосовало не уверен я думаю что он все таки понимает что на самом деле так сказать ну не в два раза но по крайней мере я думаю что все таки формально большинство вот если брать опущенные бюллетени ну процентов 50 наверняка проголосовал а может даже 60 вот если если брать опять-таки не искреннюю поддержку а вот этих вот нагнанных бюджетников которые просто вот физически опускали бумажки в урны я думаю процентов 60 есть вот и он получив вот эту вот вот эту поддержку да он будет так сказать продолжать продолжать свое дело он конечно не остановится значит будет сейчас пытаться наращивать наращивать вооружение вот Европа его втягивает в гонку вооружений это тоже серьезная история с другой стороны сейчас Украина занимается очень полезным делом который мне кажется сейчас ну чуть ли не одно из самых главных из 36 нефтеперерабатывающих заводов 14 уже если не уничтожены то очень серьезно подорваны а это в общем ну если я просто очень плохо знаю планы так сказать вооруженных сил Украины насколько реально да я не уверен что реально дальнейшие успехи могут быть но я верю в то что вот они в этом смысле нащупали болевые точки значит сильно пострадали 2 крупных 2 крупнейших значит металлургических завода Липецкий Липецкий металлургический завод и Северсталь это еще одна один серьезный удар по военному потенциалу России поэтому теоретически может быть и такая история вот все говорят о том что 2024 год будет очень тяжелый для Украины в силу того что западная помощь задерживается а я не знаю вот если скажем из 36 нефтеперерабатывающих заводов половина выйдет из строя Путин может просто испытывать большие сложности с продолжением войны потому что не будет бензина не будет керосина не будет так сказать дизельного топлива и ему что тогда на конную тягу переходить вот тут тут вопросы поэтому война это же движение это двустороннее движение поэтому возможны разные варианты но мне кажется что 2024 год для Путина будет очень тяжелым как и для Украины но и в конечном итоге война конечно продолжится но война на истощение она тяжела для обеих сторон кто выдержит а выдержит тот у кого мотивация больше мотивация крепче Украины так что у меня сомнений в победе Украины нет никаких там знаете как раз сегодня Игорь наш военный эксперт объяснял что история с НПЗ действительно очень много на территории Российской Федерации очень много размещено например в Сибири но нам не нужно бить по всем потому что нам достаточно европейской части никто из Сибири быстро ничего не перебрасывает это логистически очень сложно поэтому не нужно уничтожить или ударить по 100% самое главное это вот найти эти центральные и действительно тогда России будет очень больно вы вспоминали про депрессивные регионы Россия они стали главными донорами мобилизованных и мы вот сегодня показывали как и вы мы анализируем всегда российскую пропаганду и как раз кто-то из россиян или из там жителей Бурятии они сняли такой пролет какого-то их региона их города значит как это все выглядит полная какая-то разруха войны там нету но все это конечно абсолютные трущобы бедность и плакат и Бурятия значит там за выборы президента и ты понимаешь что вот эти вот буряты поехали защищать свою родину к нам сюда где мы процветали у нас было все прекрасно и ясно чего они оттуда бегут потому что ну это конечно сюрреалистично выглядит это такая картинка просто для кино Левиафан который мы с вами часто вспоминаем так или иначе вот это конечно он ожил но в то же время я не могу вас не спросить сейчас конечно он перепол переполучил сам от себя этот мандат потому что цифры нарисованы все он остался на своем месте но очень много и очень часто говорят о том что сейчас идет подготовка к тому что наследники должны принимать власть речь идет не о каких-то сторонних людях речь идет о так называемом там втором эшелоне о детях чиновников вот буквально из последнего что сегодня стало известно сына Ковальчука назначили в администрацию Путина все они начинают принимать какой-то опыт какую-то должность у Путина немножко проблема потому что у него дочери сейчас очень сложно воспринимать Россию как матриархальную страну хотя это было в истории Российской империи когда-то но все-таки скрепы вот эта мужская рука хозяйственник все это они же тоже посеяли эти зернышка поэтому представить себе молодую женщину практически невозможно что это за история с тем что через какое-то время должны прийти дети к власти действительно ли это возможно когда вы говорите про Северную Корею ну вот они выстроили себе такую систему а дедушки к сыну а сына значит к внуку можно ли себе это представить при путинской России это все можно и это будет и это есть когда они что называется о детях беспокоятся там в общем и Патрушев младший и вот сын Ковальчука это все так сказать есть это все присутствует значит здесь такая вот семейственность она присутствует она будет за исключением одного никаких преемников никаких наследников у Путина не будет вот это вот совершенно точно в этом вот в этом у меня нет никаких сомнений причина очень простая дело в том что Путин не может оторваться от власти и без смертельной опасности для собственной жизни и Путин не может назначить преемника наследника кого угодно потому что это сразу произойдет сразу же мгновенно произойдет расщепление власти потому что как только обозначаешь что вот у него там есть преемник если есть наследник то сразу начинает в элитах происходить брожение брожение умов сразу начинают перебегать и Путин начинает превращаться на своих собственных глазах в хромую утку он не может этого допустить просто это категорически невозможно поэтому у Путина не будет никакого наследника не будет никакого преемника а все остальное да они будут стараться выращивать так сказать все остальные будут стараться выращивать заботиться что называется о детях тем более сейчас ситуация изменилась если раньше они детей отправляли за границу учиться приобретать недвижимость и вообще вести счастливую жизнь вот то сейчас такой возможности ну по крайней мере у большинства из них нет и поэтому их надо пристраивать в России что мы собственно говоря и видим вот вот все что вы сказали это так за исключением самого Путина вот центральная главная власть главное кресло главный стул в России во всех смыслах этого слова он будет оставаться персонально за Путиным то есть здесь никакого расщепления власти на связи с наследником преемником не произойдет ну понимаете просто еще Путин не хуже нас с вами знает славную российскую традицию когда каждый следующий властитель обязательно становится ногами на голову предыдущего и начинает ее топтать эту голову то есть точно так же как Сталин уничтожал Ленинскую гвардию как Хрущев топтался на Сталине как Брежнев топтался на Хрущеве Горбачев на Брежневе но соответственно Ельцин на Горбачеве а Путин проклинал до сих пор проклинает 90-е годы прошлого тысячелетия вот то есть во всем во всем принято винить и ни малейших сомнений нет что если вдруг случится так что Россия переживет Путина в чем я очень сомневаюсь я думаю что Россия не переживет Путина но если такое случится то любой следующий правитель России я думаю что следующего не будет но мы живем в вероятностном мире все может быть любой следующий правитель России будет во всем обвинять Путина все беды а если Путин будет жив то обязательно его обязательно его сдаст обязательно либо убьет либо сдаст в ГААГу это просто вот у меня здесь здесь как раз никаких сомнений нет сейчас это как приговор прозвучало значит где там каденция Путина в этот раз закончится в 30-м году значит ему там уже будет много лет если он не дай бог еще раз пойдет кандидатом я напомню что в этот раз они искали чтобы вот эти статисты не были слишком молодыми ближе к возрасту Путина это очень интересно кто бы мог быть в 30-м году не дай бог с ним баллотироваться на эту должность но с другой точки зрения ну что там простите за черную иронию но мы очень верим в Тромб который все-таки в этот раз должен как-то по-другому сработать и не чтобы не Навальный был убит и нашли какое-то оправдание от Маска на то что с ним произошло а вот с Путиным с Путиным очень хочется чтобы вся эта энергетика которую мы направляем в сторону того что с ним что-то бы случилось чтобы это произошло я вас последний Игорь хочу спросить о фейк-ньюз буквально сегодня днем появилась информация сейчас все говорят что она вкинута как раз со стороны Российской Федерации о смерти короля Британии новость выглядела вполне правдоподобно потому что король в таком уважаемом возрасте король болеет и как-то вот оно появилось и все хотя есть официальные источники все всегда это проверяется это какие-то посольства это не знаю Министерство иностранных дел Букингемский дворец которые публикуют официальную информацию которой не было им как раз пришлось опровергать всю эту информацию у нас в Украине это разлетелось моментально все самые даже титулованные авторитетные средства массовой информации мы же все живем теперь в телеграм-канале информация не проверяется больше она просто перепечатывается я так сказала как будто бы я в этом смысле отличаюсь нет конечно в моем телеграм-канале на долю секунды эта информация тоже появилась но благодаря моему редактору который перепроверил он его сразу удалил чему должна научить сегодняшняя история с королем Британии что такое гонка за информацией и как снова и снова россияне показывают что они могут этой пропагандой они могут ложной информации вот так манипулировать в том числе и нами ну на мой взгляд это уроки простые прежде всего это должен у каждого человека должен быть свой в голове институт репутации ну просто нельзя нельзя так сказать пить значит из из там козлиного копытца да козленочком станешь нельзя брать в качестве источника информации вот какие-то грязные грязные источники там российские СМИ там есть и в том числе оппозиционные СМИ с плохой репутацией там нельзя пользоваться такими источниками как генерал СВР как профессор Соловей там и так далее то есть нет ну как развлечение как конферансье почему бы нет да но надо понимать что это в общем люди которые собственно живут дезинформацией вот поэтому просто сказочники поэтому вот надо просто составлять каждый каждый в принципе в состоянии составить себе какой-то перечень источников информации которым можно доверять и вот заглядывать туда и смотреть если то есть если скажем эти да причем на сегодняшний момент есть одна одна беда дело в том что столпы объективной информации которым вот я например я вот более 40 лет преподаю в университетах разных и я всегда приводил в пример вот западную прессу такие как Вашингтон пост такие как Нью-Йорк Таймс там Гардиан и так далее ну к сожалению вот мы сейчас видим что и они сейчас ну там у них репутация конечно очень сильно просела они публикуют и всякое вранье вот поэтому надо проверять с несколькими источниками у меня сейчас нет вот какого-то абсолютно чистого родника информации из которого можно припасть и вот из него черпать достоверную я стараюсь несколько источников брать проверять информацию но кроме всего прочего существует еще и внутренним иногда ведь сразу видно что это фейк иногда сразу видно что это фейк даже по самому характеру подачи поэтому ну что ж проверять проверять создавать свои свои так сказать свой институт репутации если источник постоянно врет ну зачем из него зачем ему доверять это это мы живем в новую эпоху эпоха постправды вот и поэтому для того чтобы не оказаться жертвой вот этих вот этой постправды этого постоянного вранья которое для многих считается просто что вранье это просто отдельное такое мнение да этот человек не врет а у него просто такое мнение это и есть постправда для этого нужно соблюдать меры информационной гигиены для того чтобы не отравиться вот эта ложная информация вот и все да друзья тогда мы как всегда предлагаем вам подписаться на эти вканал Игоря Ковенко чтобы получать проверенную достоверную информацию Игоря большой опыт поэтому он как раз к тому подходит намного осторожнее к подаче всего того что входит и становится частью его программ напоминаю что ссылку на эти канал Игоря Ковенко вы можете найти у нас в описании а я же в свою очередь Игорь вас благодарю за время за эфир как всегда были невероятно вас рады выйдеть и слышать несмотря на все события все что происходит очень важно держаться вместе но как всегда нашим зрителям пояснять что происходит спасибо вам большое и будем ждать вашего возвращения в следующий понедельник спасибо до встречи друзья Игорь Яковенко центральная фигура нашей рубрики каждый понедельник Иковенко Ньюс журналист блогер еще раз снова и снова призываем вас обязательно подписаться на YouTube канал Игорь Яковенко также конечно же под завершение нашего сегодняшнего эфира не забывайте подписаться на YouTube канал Курбанова Лайф если вы вдруг почему-то по каким-то неясным для нас причинам этого не сделали и не забывайте оставлять нам лайк таким образом вы фактически нас рекомендуете другим пользователям и зрителям YouTube YouTube это считывает говорит о классный контент его отлайкали соответственно понесем его и другим зрителям чтобы меньше доверяли фейкам и вбросам меньше ходили по непроверенным площадкам оставались вместе с нами конечно же я вам напомню о том что за сегодня как и всегда мы выпустили сразу два ролика российской антипропаганды единственное что у нас есть такой внутренний сюрприз помимо классического варианта который вы можете найти у нас в секции видео мы еще и запустили англоязычную версию для нас это очень важно чтобы там на западе чтобы люди которые общаются на английском языке которые не понимают ни украинские ни русские чтобы получали от нас информацию в частности мы будем показывать как работает российская пропаганда как всегда вот на примере таких же роликов выкладывать их на английском языке чтобы там за океаном в общем-то видели что это за враг которому мы сейчас противостоим что это за враг который бросает вызов всему цивилизованному миру на новом ютуб канале Курбанова Ньюс друзья вы сможете все это посмотреть ссылку конечно же мы оставляем и будем очень счастливы если вы перейдете по ней и подпишетесь обязательно чем больше будет нас тем быстрее в том числе и англоговорящей аудитории ютуба будут наши видео предлагаться в рекомендации мы будем очень благодарны если вы нам поможете ну и классические наши выпуски конечно вы можете найти здесь в секции видео как и всегда на украинском языке поэтому смотрите пожалуйста не забывайте о нескольких способах как вы можете поддержать развитие ютуб канала Курбанова Лайв с помощью различных донатов PayPal, Patreon как всегда мы оставляем в описании к нашему эфиру суперчет и супернаклейка для всех тех кто находится за границей ну и конечно кнопка спонсировать на главной странице нашего ютуб канала также друзья я напомню что в воскресенье вчера мы выпустили интервью с Марком Фегиным это интервью не похоже на наши классические разговоры это интервью такое более человечное о жизненных принципах о различных происшествиях об алкоголе о врагах о друзьях об антагонистах об убеждениям Марка я могу сказать что это видео это интервью посмотрели разные люди в том числе тех кого Марк вспоминает в этом интервью в частности Марк вспоминает и Марка Солонина говоря о том что кто пользуется ютубом кто смотрит различных экспертов прекрасно знает кто этот человек в общем они так с Марком два Марка перебрасываются кол костями там один выпускает фильмы про Марка Фегина Марк Фегин дает свою оценку Марку Солонину вот сегодня мне написал Марк Солонин что он посмотрел судя по всему это интервью или кто-то кинул ему наверное в какой-то фрагмент и в общем просит внести в ясность Марка Солонина что все-таки в начале полномасштабной войны находился он на территории Украины пытался даже вести какую-то свою информационную борьбу против российской агрессии но тем не менее вот смотрят нас и друзья те кто нам симпатизируют и те кто нас критикуют и с чем-то не согласен мы предлагаем нашему зрителю самому посмотреть это интервью тоже в секции видео и сделать свои собственные выводы и поделиться в комментариях конечно же оценками завтра вас ждет множество интересной информации множество премьер в частности уже для вас готовят готовятся ну и в 9 вечера конечно же мы встретимся с Михаилом Шейтельманом и я очень надеюсь что вы все присоединитесь к нашей рубрике Шейтельман с нами сегодня я вас благодарю за то что вы были вместе с нами берегите себя берегите Украину до встречи до встречи